Это уже третье видео по игре Metal Gear Solid для PlayStation 1. И если вы не видели предыдущие части, то лучше идите и посмотрите, иначе вы нихера не поймёте. Попытка записать этот видос, наверное, двенадцатая. Тринадцатая. Я не знаю уже. Привет, мои дорогие, адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш друг Бебей. И мы заканчиваем говорить про замечательную игру Metal Gear Solid для PlayStation 1. Мне было очень проблематично сделать это видео. Я записывал тексты, говорил в микрофон, брал звук с этого микрофона, обрабатывал его, засовывал в Adobe Premiere, монтировал. Доходил где-то, может быть, до половины. Понимал то, что получается каша, получается херня, получается совсем не то, что я хочу вам рассказать. То есть, посмотрев данный ролик, вот если бы я выпустил тогда данный ролик, вы бы многие моменты не поняли. Вы бы не поняли, а нахуя я вообще всё это делаю? Что же такого в Metal Gear Solid? То, что взорвало мне буквально голову. Поэтому я решил записать всё это в таком, скажем так, режиме лайф, со словами-паразитами. В таком вот уж, надо же сказать такое. В таком режиме лайф, чтобы вы поняли мои эмоции, да, и чтобы я говорил всё это от чистого сердца. Потому что на бумаге всё это выглядит как-то сухо, как инструкция к освежителю воздуха. Это неправильно. Да, я рассказывал вам сюжет в первых двух видео, рассказывал немного про геймплей, но тут уже скорее будет моё впечатление, моё окончательное впечатление и какие-то итоги. Ну и, само собой, я расскажу, чем же вся эта история Solid Snake в данной игре окончилась. Начинается вообще всё с того, что, да, нас опиздюлили после того, как мы победили, победили Снайпер Вульф. И нас отвели в какую-то комнату, которая находится в самом начале карты, недалеко от того места, где опиздюлился Гуталин. Мы оказываемся в комнате, везде светло, как будто мы в операционной, и слышим голос Ликвида Снэйка, который пафосно нам говорит типичную речь. Типичная речь блондинистого антагониста. Вот в любом фильме, если есть такой злодей, вот типичная речь. Как в Жоже, как в Жоже Дио типичные речи говорил. Ох-охо, да я такой, а ты такой. Ну, примерно то же самое, да. Брат Света, брат Семы. Надо же до такого додуматься. В итоге, в какой-то момент нас поднимают, и мы видим самого Ликвида, мы видим революера Ацелота, видим то, что там Снайпер Вульф. Происходит некий диалог, в течение которого Ликвид получает звонок, и узнает то, что их требования правительства выполнять не собирается. Мне еще прикольнул тот момент, то, что Снайпер Вульф такая «Гем мне Американс, чертовы Американцы!» Но это было забавно, это было забавно. В итоге Ликвид Снейк в какой-то момент уходит и говорит революеру Ацелоту заняться нами. Сейчас будет пытка, я расскажу об этом поподробнее. Почему у меня там жопа сгорела? Но суть в том, что Ликвид, ой, револьвер Ацелот должен пытаться у нас сейчас узнать, в чем секрет ключей, почему только один ключ, у них там должен быть какой-то трюк, с помощью которого там можно разблокировать вот эти ядерные установки и прочую такую шелупонь. Но Снэйк, он такой, я не знаю, нет, впервые слышу вообще ни разу, ни разу, ни разу не слышал. Револьвер Ацелот говорит там про Мэрил, то, что у нас Мэрил есть еще, она живая, и намекает на то, что от того, от результата пыток будет зависеть, будет ли Мэрил жива или нет. И спойлер, это так и есть. Дело в том, что если мы проиграем и не выиграем эту пытку, скажем так, не выдержим ее, Мэрил действительно умрет. Это повлияет на сюжет и повлияет на концовку. Но если мы пытку выдержим, то Мэрил будет жива. И это тоже влияет на концовку. Как бы это ни было странно, но именно где Мэрил жива является концовкой канонической. Хотя, если честно, насколько я помню, в самое мое первое прохождение Мэрил умерла у меня. Я не смог выдержать пытку, я не знал никаких трюков, как ее пытаться контрить, пытки от Силота. Я не знал, да и тем более я играл с Пи-Свита. Это вообще говно. Ущербно там играть-то невозможно толком. Но не суть. В этот раз, в это прохождение я смог все выиграть, я смог затащить. Есть один маленький секрет, только я не знаю, смогу ли я вам сейчас его показать. Это... Да, стоит вообще его показывать. Я буду как дебил выглядеть. Ну ладно, вообще, попик, попик. Сейчас я вам покажу. У меня где-то был тут геймпад. PlayStation 3. Вот. Вот геймпад. И сейчас я вам покажу суть. Смотрите. Изначально планировалось, изначально вообще, когда только геймпады появились, контроллеры, изначально планировалось, что человек будет просто нажимать кнопку вот так вот, да? То есть вот сидит человек и вот так он нажимает кнопку. Потом люди поняли, то что это в моментах, когда надо быстро нажимать кнопку, это недейственно. И вместо того, чтобы нажимать пальцем, они начали нажимать, скажем так, рукой. Вот так вот двигать начали. Вот видите? Вот так вот. Так намного быстрее нажимается, так намного удобнее. Но для того, чтобы законтрить пытку от Силота, этого недостаточно. И я нашел более действенный метод. Этот метод я изобрел, когда играл в какую-то игру про Наруто на своем старом Xbox 360. О, сколько же лет назад это было-то. Я в итоге стал нажимать носом. Вот так вот. Я буквально начал хуярить геймпад об свой нос. Это было ужасно. Это было супер быстро, и это было ужасно. Но я понял то, что для пытки от Слота этого недостаточно. Для Наруто это хватило, но для пытки от Слота нет. И в итоге... Сейчас, подождите, я протру салфеткой геймпад. Вы, наверное, поняли, что я сейчас собираюсь делать, но... Суть заключается в том, что надо нажимать уже языком. Надо делать вот так вот и хуярить геймпад об ваш язык. Вот так. Ну, примерно суть вы поняли. Я, наверное, выглядел как полный умственно отсталый идиот, но... Эта техника работает. Эта техника работает. Посмотрите. Вот я сейчас вам поставлю этот видеоролик. Смотрите, 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 смотрите. Техника работает идеально. У меня... Он даже жизнью толком отнять не может. Я просто их люто быстро восстанавливаю. Эта техника работает. Так что если вдруг вам попадется момент, где надо очень сильно быстро нажимать на геймпаде... Я не знаю, как на клавиатуре это делать, наверное, членом нажимать. Но на геймпаде эта вещь сработает. И ничего в этом постыдного нет. Особенно, когда вы записываете геймплей и вам просто жизненно необходимо выбить каноническую концовку. Иначе будет не канон и смысл тогда об этом вообще разговаривать. Ну, в итоге мы побеждаем. Нас закидывают в камеру. Нас закидывают в камеру, которая охраняет еблан. Солдат еблан, которого Мэрил оставила с голой жопой на полу. Он уходит вокруг нашей камеры. Что-то там говорит. Заткнись, когда мы пытаемся там стучаться и еще что-то делать. Не в этом суть. Нам звонит Кэмпбелл. Мы созваниваемся с Кэмпбеллом. Говорим то, что отсюда нет выхода. Мы не можем выбраться. Нет никаких идей. Никаких предметов, никаких средств для этого нет. Что же делать? Кэмпбелл говорит то, что ну... Терпи. А, блядь, забыл сказать. В этой камере находится труп Гуталина. Как я мог об этом сказать? Блядь. Там находится труп Гуталина, Дональда Андерсона. Который умер тогда вот в самом начале игры. Но проблема в том, что не прошло даже и суток с момента его смерти, а он уже гниет. Из него уже лезут личинки. Из него уже лезут личинки. Короче, буквально он здесь находится, скорее всего, несколько дней. Но почему? Он же умер буквально недавно. А еще складывается ощущение, там, подмечают то, что якобы у него абсолютно выкачана кровь. Что за ужас? Спойлер. Спойлер. Я просто обязан вам сказать сейчас, иначе потом как-то объяснять все это будет трудно. Тот, кто был в камере тогда, умер на глазах у Снэйка, это был не настоящий Гуталин. Это был лже-Гуталин. И, в принципе, это можно докадаться, когда вы, если вы вспомните брифинг, то, что во вражеской команде, да, среди всех вот этих вот террористов находится такой октопус. Мастер перевоплощенный Гуталин. Мастер перевоплощения. И он, наверное, подстроился, сделал вид, что он этот Гуталин, чтобы выпутать у Снэйка какие-то вещи или чтобы какие-то факты Снэйку напиздеть. Но, и тем не менее, он внезапно умер. И вот отсюда уже начинается такой вот конфуз, такая проблема, путаница. Мы не знаем, что же произошло. В итоге, в какой-то момент солдат говорит, вот этот вот дебил, который бегает там, it's show time, нас снова забирают к оцелоту. Если вы хотите катоническую концовку, вам надо снова выдержать пытку. Без проблем, моя техника работает, выдержал с легкостью. И нас снова закинули в камеру. Снова закинули в камеру. Мы снова созваниваемся с Кэмпбеллом, и дальше происходит момент, от которого, в принципе, у любого здравомыслящего человека, который играл в предыдущей части Metal Gear, да, в этой части для MSX, у него, во-первых, будет когнитивный диссонанс, непонятка, а когда он осознает, что это за пиздец, он бомбанет. Я бомбанул в первый момент, когда осознал это. Во время разговора с наеми, Снэйка говорит то, что он убил своего отца. И он прекрасно знал то, что это его отец, когда убивал. И этот отец, Кэмпбелл, говорит, Биг Босс. Это был Биг Босс. И у новичков, которые, наверное, не играли в MSX, у американцев, да, допустим, они впервые вообще в Metal Gear трогают, они такие, вау. Какая, какой сюжетный поворот? Потому что они играли в предыдущей части, и даже толком не знают, кто такой Биг Босс. Тут эмоциональный момент он сработать, по сути, не должен. А у фанатов, скорее, немного подгорит, потому что Солид Снэйк знал то, что Биг Босс его отец в тот момент, когда он убивал Биг Босса. То есть во второй части. Я подумал, а как я пропустил этот момент, то, что он его батя. Я, видимо, не заметил диалог, а я же, блядь, не рассказал видео то, что это его батя. Сука, как я мог так проебаться? Я побежал в свои футажи, которые записал, начал смотреть всё, пытаться понять, и я не увидел этого. Я не увидел нигде момента, где он говорит то, что я твой отец. Я думаю, блин, а может быть это было в версиях для MSX, я же всё-таки играл, скажем так, своеобразную HD-версию играл. Побежал в YouTube смотреть геймплей, футажи с предыдущих частей, и там тоже этого не было. Этого нигде не было. Факт то, что Биг Босс, отец Солида Снэйка, появился только в Metal Gear Solid для PlayStation 1. И это... Чего? Какого хрена? Вы что, охренели? Э, я не помню, как этот вот приём называется, когда какой-либо фильм, сериал, кино дополняется в последующих частях. Да, в последующих частях факты меняются. Это довольно бесчестный, такой хуесосный метод. Не понимаю, зачем. Но он типа должен работать. Хотя для меня он нихрена не сработал. Можно было сделать по-человечески. Допустим, внезапно Кэмпбелл говорит то, что Биг Босс твой отец. Нет, Liquid говорит, Биг Босс был нашим отцом, а ты его убил. И Снэйк такой, ноу, как Люк Скайуокер одет, ноу, это было бы классно. Это было бы очень даже заебись, но что за хуйня? Зачем они сделали так? Это тупо, тупо. Извините, что так долго на эту тему разглагольствую, но это реально идиотизм. В общем, поговорив с Снэйоми, узнав то, что Биг Босс, отец Солида Снэйка, нам подворачивается способ съебаться. У солдата прихватывает живот у этого дебила, и он убегает в туалет. В этот момент прибегает Атакон. С помощью невидимого костюма он скрывается, он прибегает к нам, дает нам рацион, кетчуп, платок. Спрашивает, как дела? Мы говорим, отлично, без проблем. И в этот момент, пока солдат не пришел, мы можем лечь на пол, взять в руку кетчуп и нажать кнопочку. Кнопочку использовать, чтобы, скажем так, Солид Снэйк пролил под себя кетчуп и сделал вид, что он умер. Тогда к вам бы забежит солдат, он такой, What the fuck? What the fuck? Что за херня? Подбегает, смотрит, мы встаем, быстро начинаем его пиздить, и он убегает, если мы не успеем, или нормально мы съебемся. Просто, к чему я говорю, он убегает, просто у вас есть реально шанс проебаться. И, допустим, он к вам подбежит и выбежит снова, и вы снова останетесь в камере. И тогда у вас будет еще один способ сбежать. Потому что в какой-то момент солдат, он может заснуть. Он, типа, простыл, и ему дают лекарство, и за эти лекарства клонят его в сон. Пока он спит, вы можете додуматься и заползти под кровать. Он проснется, вас не увидит, забежит в камеру, потому что идиот клинический. Он забежит в камеру и такой подумает, блин, а где же он? И тут вы ползаете из-под кровати, пиздите его и убегаете. Но даже тут вы можете проебаться. И если вы проебали в генетическую лотерею, то для вас есть еще третий способ. Третий способ он таков. Вас снова отведут на пытку к револьверу Ацелоту. Если вы ее выдержите, а там пытка будет посильнее, там будет намного больше урона, надо наноситься. Я даже не знаю, как победить там, потому что я не выиграл. Я о третьем способе только в интернете узнал. Я не смог выиграть эту битву. Сейчас я вам с интернетом футажи возьму. Короче, когда вас закидывают обратно в камеру, вас спасет Грей Фокс. Он пизданет дверь, он будет издавать свои специфические звуки, такой, да-да-да-да-да-да. И он убежит. В итоге у вас будет выломана дверь, и вы спокойно такие, как ни в чем не бывало. Вы бежите на волю. Подберете свои шмотки и бежите дальше. Теперь ваша задача вернуться на то место, где мы опиздюлили снайпер-вульф. Там дверь будет, мы за нее забегаем, бежим чуть-чуть дальше. Я напоминаю то, что вам надо пробежать через всю карту, потому что вы в самом начале игры находитесь сейчас. Добегаете до этой двери, и дальше срабатывает тревога. Тревога, которую нельзя никак скипнуть, нельзя никак от нее избавиться. И вам надо заранее вот подобрать, тут будет коробочка, где находится веревка. Вам надо ее сразу же подобрать, потому что иначе пиздец. Вы подбираете веревку и дальше бежите по лестнице, по этим башням связи на самый верх. На самый верх. И этот момент полностью спизжен со второго Metal Gear с MSX. Там был такой же абсолютно точь-в-точь момент. Его решили, видимо, спиздить в эту часть. Ладно, хер с ним. Мы бежим на самый верх по лестницам, расстреливаем самых разных дебилов. В принципе, задание проебать такое сложно. Подбегаете наверх. Попадаете на крышу. И там вас встречает Liquid Snake на вертолете. На вертолете. На топ-русском вертолете с самого начала игры. И если у вас есть веревка, то вы с помощью веревки спускаетесь вниз. Спускаетесь вниз. Там под пули. Как-то пытаетесь уворачиваться. Уворачиваетесь от пара, от пули, от всего остального. И спускаетесь на своеобразный мостик, который соединяет вот эти две башни. На мосту вас, само собой, будут ждать люди. Там вы можете отстреливаться снайперской винтовкой. Но я, насколько помню, отстреливался ракетами. Весьма оригинальный способ. Было забавно наблюдать, как солдаты такие стоят. О! На нас летит ракета. Стоим, ничего делать не будем. Мы такие умные. Идиотизм, блядь. В общем, бежим дальше. Снова уворачиваемся немного от пуль и забегаем во вторую башню. Дальше происходит момент странный, спорный. Пожалуйста, ребят, если у вас есть фанаты Metal Gear Solid, я вдруг в каких-то моментах буду говнить игру. Пожалуйста, вот, если у вас есть аргументы, доказывающие то, что нет, бабай, ты не прав. Этот момент логичный. Пожалуйста, напишите в комментариях. Я, потому что игру люблю. Это моя самая любимая часть. Просто помогите мне разобраться. Может быть, я чего-то не понимаю. Но суть вот в чем. Мы зашли во вторую башню, подбегаем к лифту. Нам надо спуститься вниз, чтобы добраться до следующего здания. Но лифт, оказывается, не работает. Ладно, без проблем. Мы спускаемся по лестницам в самый низ, добираемся буквально до первого этажа, и тут оказывается то, что лестница сломана. Там буквально вот, ну, допустим, такая дыра в лестнице. И, в принципе, я такой подумал, ну ладно, дыра, так дыра, видимо, нам сейчас надо будет перепрыгнуть. Да? Ну, а Снэйк такой, типа, фак, фак, пиздец. Он убегает обратно. Он никак не хочет перепрыгивать эту дыру. Этот момент тупой. Потому что он, я мог бы перепрыгнуть эту дыру. Я могу перешагнуть этот лестничный пролет. Это было бы без проблем. Никаких проблем в этом плане не было бы. Я мог как-нибудь боком попробовать пройти, или еще как-то. Ладно, ладно, я. Солид Снэйк, он подготовленный, он подготовленный солдат. Он чуть ли не сверхчеловек. Он может спокойно разбежаться и прыгнуть. Нету никаких проблем. Но он решил подняться наверх. К лифту. К лифту. Дальше происходит катсцена. Мы видим, мы слышим, типа, какие-то звуки. И, оказывается, там нас ожидает Атакон, который каким-то макаром туда добрался. Передвинул коробки и говорит то, что вот, лифт не сработал, хотя я по нему добрался только что сюда. Не знаю, почему он сломан. Что за хуйня? Потом он спрашивает, насколько я помню, там был разговор. Атакон спросил Снэйка, есть ли вероятность того, что любовь может расцвести на битве, да, на войне. Явно намекая на Снайпер Вульф, потому что он испытывает к нему некоторую симпатию. К ней. К ней. К нему. К Снайпер Вульф испытывает некоторую симпатию. Снэйк, само собой, там ворчит, как типично такой, знаете, ворчливый матерый герой. Не, 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 не. Потом говорит, атакон, все, чини лифт, а я пойду пиздано на зойливую муху. В такие моменты, когда Снэйк начинает чуть-чуть ворчать и потом говорит такие, знаете, типичные эпичные фразочки. Пойду сабью на зойливую муху. Он мне немного напоминает Маклейна. Крепкого орешка. Ну, хотя это далеко не секрет, то, что Каджима очень любит смотреть кинчики и под эффектом, под впечатлением этих самых кинчиков какие-то моменты добавлять в свои игры. Да, моменты эти воровать. Ну, не то, что воровать, но тут как, тут кто как к этому относится. Кто-то говорит, это плагиат, это воровство, кто-то говорит, на самом деле Метал Гир это постмодернистская игра. Это, это просто, это не воровство, это отсылка. Ну, ладно, отсылка так отсылка, я сходить не буду. Он поднимает, соли сник поднимается на самый верх и там происходит битва против вертолета. Мы должны сам, ах да, мы до этого подобрали самонаводящиеся ракеты, когда вошли во вторую башню. И там происходит битва. Мы с помощью этих ракет должны расстрелять вертолет. Вертолет очень, очень мощный, очень тяжелый какой-то, даже немного непонятно. У меня буквально не хватает ракет, чтобы его сбить, я должен бежать по крыше, еще потом боеприпасы собирать. Очень мощный вертолет, немного непонятно. Такое ощущение, как будто ракетница очень хуево работает, очень мало дамага на нойсе. Потому что сама по себе битва она не сложная, она душная, потому что надо много стрелять. Это немного непонятно для меня, почему так. Но, тем не менее, мы разносим вертолет в труху. Вертолет вместе с Ликвидом падает вниз с большой высоты. Спойлер, Ликвид выживает, потому что он такой неубиваемый. Мы спускаемся вниз к лифту, а такона нигде нет. Заходим в лифт, лифт уже работает. И тут созваниваемся с нашим батаном. И тут он говорит, слушай, Снэйк, я тут подумал над тем, что у меня же ведь есть еще плащи невидимости. И я мог бы тебе дать один плащ. Я вот сходил в лабораторию, увидел то, что плащей нет. А там у меня их было где-то три штуки. Три или четыре штуки. Кстати, такое ощущение, то, что лифт не работал из-за того, что у него был перевес. Но ведь в лифте же ничего такого не было, отчего был бы перевес. Снэйк, блядь, позади тебя, это невидимые солдаты в лифте. Этот момент тоже спизжен был из второго Metal Gear'а для MSX. Будут еще некоторые спизженные моменты в игре. У самого себя. Но тут дело в том, что есть подозрение, Metal Gear Solid должен изначально был быть не продолжением, а ремейком. Вполне возможно, данную игру ожидала судьба первых двух зловещих мертвецов. Да, где это, по сути, не продолжение, а просто переосмысление предыдущего фильма. То же самое, но погуще и пожирнее. Но потом, видимо, в какой-то момент разработки Konami сказали, нет, это должно быть продолжение. Это не ремейк, это конкретно продолжение. Не знаю, чем это обусловлено, но вполне возможно тем, что они еще хотели, чтобы фанаты в Японии тоже раскупили Metal Gear. Наверное, я не знаю. Честно, тут я без понятия, для меня загадочка. Ладно, мы победили, мы побеждаем этих дебилов в лифте, невидимых, деремся, деремся, потом спускаемся вниз и дальше нас ожидает снова битва со Снайпербуль только уже на открытой местности, в снегу, да, урга такая, снегопад. Мы должны как-то сквозь темноту, сквозь снег увидеть Снайпербуль, расстрелять ее, но на самом деле не особо сложно, не особо сложно. Там, тем более, насколько я знаю, можно лазейку найти, куда-то заныкаться так, чтобы можно было спокойно стрелять и при этом не попадаться под пули Снайпербуль. Я этот момент не нашел, я просто так ее расстрелял. Ладно, не суть. После победы на Снайпербуль нас снова ожидает момент, где персонаж раскрывается. К тому же, там еще подбегает Атакон, плачет, говорит то, что Снайпербуль, Вульф, как ты, как ты, я же тебя люблю, я так страдаю, ужасно, кошмар. Это на самом деле выглядит трагично, на фоне того, что Атакон сам по себе страдает и Снайпербуль такая. Тоже я раньше был неплохим человеком, но вот не мы такие, жизнь такая. Видимо, это нормально, видимо, так и должно быть. Просто на меня это не работает. Я не знаю, почему, видимо, я хуила, бесчувственно, я просто не понимаю, как это должно работать. Я признаю то, что это харизматичные персонажи, это очень интересные харизматичные персонажи, что Снайпер Вульф, что Психомантис, что Револьвер Оцелот, это очень интересные персонажи, но когда они начинают раскрываться, и вот этот момент, то, что на самом деле мы не злые, он не работает на меня, вот просто не работает, потому что я начинаю вспоминать то, что ты расстреляла Мэрил, ты ей конечности отстрелила, блять, она там на полу холодно валялась, кровью истекала. Психомантис, ты через Мэрил домогался до Солида Снэйка и хотел, чтобы Мэрил вышибила себе мозги, и тут, ну это не работает, вот, вот я ничего сделать не могу, я хочу, чтобы это работало на меня, но не знаю почему, не работает, вот просто не работает. Тут у меня стул немного поскрипывает, кстати, надеюсь, это видосики мешать не будет, потому что я перезаписывать не буду уже видосик, не буду, все, в пизду, я все говорю, как есть сейчас, все мои эмоции, все переживания, без бумажки, мне кажется, это получше сработает, чем то сухое, сухое черствое говно, что я написал до этого. Ладно, после победы над Снайпер Вульф мы проходим в следующее здание, мы там проходим по мостику, видим вот эти вот огненные декорации, ползем при льну к стене, и доходим рано или поздно до лифта, лифт, который ведет вниз, в самый низ, к ангару, где находится Метал Гир. И во время вот этого спуска происходит несколько звонков по кодеку, где мастер Миллер подозревает, то что Найоми Хантер, да-да, вот это Найоми Хантер, она на самом деле, блядь, не такая Найоми Хантер, она, возможно, помогает террористам, и тому подобное. Ладно, хуй с тобой, хуй с тобой, потом это раскроется. Разговор продолжится, но пока что мы спускаемся до самого низа, и нас ожидает такая холодильная, холодильная, огромное помещение, ледяное, может быть, это холодильник, или еще что-то, я не помню точно, что там было, там, короче, ящики были, не суть. Да, тут нас ожидает битва с Вулкан Рейвеном, тем огромным чуваком из танка, который не погиб, хотя мы по танку гранат кидали. Ожидает битва, такая, ну, такая битва, он ходит с огромным пулеметом гантлинга, стреляет по нам, и наша задача выжить и одновременно опиздюлить его, ну, все как всегда. Мы его убиваем с легкостью, с помощью наводящихся ракет, взрывчаток и так далее, убиваем, и происходит раскрытие Вулкан Рейвена, которое на меня работает, потому что Вулкан Рейвен, в принципе, до этого ничего такого сверхъестественного плохого не делал. Да, он стрелял по нам из танка, но он, по крайней мере, не пытался Мэрила пиздюлить никак. Мне этого хватает, знаете ли, мне этого хватает. Он говорит как раз вот этот момент про Деку и Октупуса, то, что на самом деле Дарпа Чиф был ненастоящий. А Дарпа Чиф-то у нас ненастоящий. Извините, должен был пошутить по этому поводу. Ну вот, и при этом он не говорит, почему он умер. Он говорит, а тут ты сам догадаешься. Ладно. На этом моменте мы должны быть окончательно запутаны, насколько я помню. Мы заходим в ангар после этой битвы и видим Метал Гир. Нам показывают ролик, где Метал Гир прям такой большой, увешан самым разным оружием. Он такой реально огромный, в несколько этажей, там, с пулеметами, с ракетницами, такой двухногий, с такой мордой, классный. Ух! На меня это впечатлило. Впечатление произвело, когда я в самый первый раз играл. Был этот момент. Мы поднимаемся на самый верх и слышим диалог между револьвером, оцелотом и ликвидом. Они там болтают о всяком. И Solid Snake тихоря подбирается к ним. Подбирается к ним и сидит около входа. И в этот момент звонит Атакон и говорит, в чем же заключается секрет ключей, которые должны разблокировать ядерные установочки. А секрет в том, что Кодзима спиздил это из Metal Gear 2, где нам надо бегать туда-сюда с ключом, который меняется под воздействием температуры. Тут это то же самое. Нам надо сейчас, допустим, использовать ключ, потом бежать в другое помещение, где, допустим, жарко-холодно, под воздействием температуры ключ меняется, мы снова возвращаемся назад, используем ключ, потом уже бежим в другое помещение с другой температурой и так далее. Этот момент на самом деле неприятен тем, что нам надо бегать туда-сюда. Это ужасно, это ужасно. Я не люблю беготню в Metal Gear, не знаю почему, но Кодзим очень обожает бэктрекинг. Бэктрекинг это когда вы должны заново пробегать какую-либо локацию, череду локаций задом наперед, заново их пробегать. Это ужасно, это ужасно. Из-за этого, кстати, очень многие сравнивали Metal Gear с Castlevania, с Metroidvania, говорили, что на самом деле Metal Gear это не стелс, это метроида Ваня. Идиоты, блять. Кстати, забыл сказать, то, что во время всей вот этой беготни происходит продолжение вот этой ситуации с Naomi, то, что якобы она не так за кого себя выдает. Ее берут в плен и идет типа слух, то, что она на самом деле работает с террористами. Однако, на самом деле это не так. Naomi Hunter, я буду уже говорить не как в игре это преподносится, а как есть на самом деле. Naomi Hunter на самом деле она является сестрой, сестрой Грея Фокса. Грей Фокс убил ее родителей во время одной из тычек где-то там на какой-то территории и взял ее на попечение, потому что его мучила совесть за то, что он сделал с ее родителями. Naomi об этом само собой не знает. И когда мы убили Грей Фокса, Фрэнка Йегера, Фрэнка Йегера, Naomi очень, у Naomi пригорело, ее тригернуло и она решила отомстить Фокс Хаунд за все это и создала вирус Фокс Дай, который, ну ее попросили создать этот вирус, чтобы он убивал там всяких этих самых бейкеров, блять, Андерсонов и так далее. Но, это кстати секрет, почему те персонажи умерли. Я вот сейчас сам рассказал, это из-за этого вируса, который вкололи Солиду Снейку, как нано-машины. И в итоге все рядом с ним вот эти персонажи умирают, включая Декуи Октупуса и так далее. Вот, но Naomi решила пойти дальше, она немного модифицировала этот самый вирус. В итоге умрет Солид Снейк в идеале по плану Naomi и некоторые другие персонажи. Ладно, мы все активировали, со всеми ключами бегали туда-сюда, активировали, и тут внезапно оказывается, мы не предотвратили эту самую ядерную установку, мы ее, наоборот, включили. Мы включили ядерные установки на Металгире, но как так? В этот момент нам звонит мастер Миллер, и я просто обязан ставить эту шутку. ты думал это был я, мастер Миллер, а это был мне, dear brother. Liquid, how the... потом происходит диалог между Solid Snake и Liquid Snake ну, как диалог. Liquid Snake скрывает покров и говорит, то что на самом деле мы с тобой действительно братья и наш батя Big Boss, мы с тобой жертвы опыта Лес... С... 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 Я не знаю, как это сказать на самом деле, пусть Liquid сам скажет. Лес... Вот, суть этого опыта заключается в том, что ученые взяли ДНК Big Boss'а гены Big Boss'а кинули это в утробу, где находилось два пизденыша. И один пизденыш должен был забрать все самое хорошее из этих генов, а другой пизденыш должен был забрать все самое плохое. И по идее этот способ должен был сработать, чтобы создать идеального просто сверхчеловека. Потому что Big Boss' якобы был сверхчеловеком. Ух, каким... И изначально вот тут про это в игре не говорится, но я вам скажу сейчас. Изначально думалось то, что Liquid Snake забрал все самое лучшее, а Solid Snake забрал все самое плохое. И именно поэтому Solid Snake и отправили тогда самым первым Metal Gear'е на выполнение задания. Потому что они считали то, что он ущербный. Ну, не даун, не дегенерат, но ущербный. И он провалит это задание. Но он мало того, что не провалил это задание, он отпиздюлил двойника Биг Босса. Во втором Metal Gear'е он опиздюлил самого Биг Босса. И после этого у Liquid Snake'а появились подозрения. То, что вполне возможно это не он забрал все самое хорошее, вполне возможно он забрал все самое плохое. И он на самом деле здесь ущерб в данный момент. И он реально с этого бесится. Он говорит то, что я мусор, блядь, я был создан, я был рожден тупо ради того, чтобы был рожден ты. Solid Snake'а еще ее подъебывает, говорит типа, что я папин любимчик, да, что-то вот подобное произносит. Отчего у Liquid'а еще сильнее пригорает и в итоге он в какой-то момент запрыгивает в Metal Gear'а. И тут начинается махач, от которой в принципе у многих подгорит, потому что битва сама по себе она сложновата. Знаю, да, есть те, которые скажут, ой, да я члена по клавиатуре бил, и вот Metal Gear'а победил. Без особых проблем. Я могу, конечно, поздравить, у меня ушло три часа, чтобы этого Metal Gear'а опиздюлить, а я при том, я даже не на хардкоре играл. И я уже проходил эту игру однажды. Вот не знаю, почему, мне было очень сложно. Вообще, суть битвы с Metal Gear'ом заключает вот в чем, там две фазы. Первая фаза заключается в том, что нам надо бить по радару, который находится на плече у Metal Gear'а. Благодаря нему Liquid' может сидеть, скажем так, в закрытом помещении воина видеть все и слышать с помощью этого радара. И нам надо вынудить Liquid'а открыть ебало Metal Gear'а, чтобы мы смогли уже конкретно стрелять туда. После того, как мы опиздюливаем Metal Gear, точнее, опиздюливаем радар у Metal Gear'а, появляется катсцена, в течение которой прибегает на помощь Грей Фокс. И Грей Фокс рассказывает про всю вот эту ситуацию с наеме, про то, что он убил ее родителей, про то, что вот он такой урод, он следил, пытался помочь, ей, и вообще, Solid Snake, мы с тобой всего лишь игрушки-марионетки в руках больших дяденек, которые являются на самом деле уебками. короче, действительно, суть разговора, суть, вообще, монолога Грей Фокса заключается в том, что хуёво быть нами. И, осознав всю тщетность бытия, он идет и буквально заканчивает жизнь самоубийством, давая Liquid'у Снэйку убить себя. И этот момент я немного не понял, я немного не понял суть, нахуя ты убил себя? Потому что он не нанес, можно сказать, никакого урона Metal Gear'у. Он пытался там опиздюлить радар, но радар опиздюлили мы, мы расхуячили радар, в этом не было никакой необходимости, ты мог жить, мало того, ты мог мне помочь сейчас на самом деле опиздюлить Metal Gear. но это было сделано в угоду драматизма, то что вот, он такой несчастный, настрадался, он умер, и сейчас нам должно быть стыдно. Наверное, я не знаю. Я не могу понять суть некоторых драматических моментов, потому что они на меня не работают, и мне как-то сложно здраво о них рассуждать, так что извините, если вдруг для вас это было грустно, а для меня вот не грустно, такой вот я урод. Ну ладно, Грей Фокс умер, погиб, и мы должны добить уже окончательно Metal Gear. Мы его добиваем, только уже хуярим не по радару, хуярим по самому Ликвиду Снейку из ракетницы, и по идее же он должен умирить с одной ракеты, но ракеты, видимо, здесь от них урон как от петарды за 20 рублей. Спустя лишь несколько ракет наконец-то Ликвид Снейк опиздюливается, но не умирает, умирает Metal Gear взрывается, и нас берут в плен, Ликвид Снейк берет нас в плен. Блять, какая же это тупость, я сейчас так думаю. Мы попытались убить Снайпер Вульф, мы ее победили, и вместо того, чтобы вау, мы победили, нас взяли в плен и опиздюлили. Мы такие сейчас вау, мы убили Ликвида Снейка, и при этом нас все равно опиздюлили. Почему? Ладно. Дальше происходит снова еще одна катсцена, в течение которой мы находимся на Metal Gear, на крыше Metal Gear, там ходит полуголый Ликвид, выебывается на нас, и просит позвонить Кэмпбеллу, чтобы узнать, что же на самом деле тут происходит. А Кэмпбелл говорит на самом деле, что сейчас вас убьют, поскольку Metal Gear уничтожен, и нет никакой опасности. Пентагон хочет зачистить это место, и сейчас сюда прилетят самолеты, они тут все просто разбомбят. И я тебе ничем Солид Снейк помочь не могу. Просто вот ничем. Само собой, Кэмпбелл хочет помочь Солиду Снейку, он пытается как-то задержать, что-то сделать, но его самого берут под стражу, и тут появляется новый персонаж, это... Я даже не буду говорить его имя, я просто скажу то, что он урод. Вот просто усос. Вот придумайте самое отвратительное усосное имя, которое вы знаете. Этот усос говорит нам то, что сейчас вы тут все помрете, дорогие мои друзья. И вот хуй вам, вы вообще ошибка природы, вы... вы наша ошибка, вы жертвы опыта, блядь. Мутанты, блин, мы должны от вас избавиться, из-за вас одни только проблемы. Все, до скорого. И вот вроде бы логично. Сейчас надо съебываться, сейчас тут все разбомбят. Надо бежать, если хотим жить. Но поскольку действительно Liquid Snake, он видимо забрал все самое плохое от Биг Босса, и сейчас тут в семье не без урода происходит, он говорит, Solid Snake, мы с тобой сейчас будем драться на кулаках, без оружия. И чтобы у тебя была мотивация со мной драться, вот тут сейчас будет лежать Мэрил, мы будем драться за ее жизнь. А чтобы у тебя была еще больше мотивация, я сюда положил бомбу, которая скоро взорвется, как будто ему мало то, что сейчас само все место будет разбомблен. И да, дальше происходит битва на кулаках против Liquid Snake. мейка. Деремся, битва, битва как битва, очень даже напоминает битву из второй части, когда мы дрались против Фрэнка Ягера, против Грейа Фокса на минном поле, ничем не отличается. Мы в итоге побеждаем Liquid'a, без каких-либо проблем, берем Мэрил на руки, на ручке, и бежим в гараж, потому что надо съебываться. Мы находим транспорт, садимся в него, и уезжаем, до того, как здесь все взорвется. И вот вроде бы, да, победа, но за нами едет все еще живой Liquid Snake, который никак не может умереть. Вот он никак не хочет умирать. Он бессмертный, сверхчеловек. Не знаю, как вообще до такого можно было додуматься, создать персонажа, которого не убил ни взрыв вертолета, ни взрыв с Metal Gear, ни битва на кулаках. Это настолько тупо, то, что даже сейчас он умрет не от нашей руки. Доехав до конца этого тоннеля, мы выезжаем на улицу, переворачиваемся, мы даже, мы стреляли по Liquid Snake'у, но мы даже его не победили, даже не на чуть. Мы перевернулись, опиздюлились, к нам идет такой Liquid Snake, вот сейчас я тебе пизды пропишу, и он умирает от Fox Daya. Это обидно. Я столько пытался отпиздить этого урода, и победу над ним вы приписываете не мне, а наеме Hunter. По сути, это она убила его. И на этом игра типа заканчивается, там Solid Snake созванивается с другими персонажами, они обсуждают, что же за пиздец тут случился, как все хорошо в итоге стало, потом Solid Snake разговаривает с наеме и спрашивает, а что будет с ним, неужели вирус убьет его. Наеме поняла то, что Solid Snake на самом деле неплохой, он очень даже такой неплохой человек, и она говорит, ну, живи, вот просто живи, живи, не оглядывайся на свое прошлое, будущее, вообще на свою судьбу, и все будет хорошо, живи во что бы то ни стало, жизнь, жизнь в кайф, и конец. Они мчатся навстречу закату. Такой клишированный конец. После титров само собой происходит диалог, который стал, диалоги после титров стали такой фишкой серии, где происходит разговор между револьвером Ацелотом и президентом США, и оказывается то, что все, что происходило здесь, это все было не просто так. Знаете, давайте я даже вот просто покажу вам этот диалог, чтобы вы сами поняли. Эти два еще живы. Вектор? Да, сэр. Фокс-мор, должен быть активирован скоро, прямо на сроке. Да, сэр. Я укрепил все дни Рексы Думи Вархед, Деда. Да, сэр. Сэр. Деда, 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 сэр. Теперь давайте подведем какие-то итоги, чтобы вы вообще поняли, что это вообще, что вообще сейчас увидели, что вообще за Metal Gear, почему здесь такая херня происходит, потому что я вроде бы ни про что не забыл, я все рассказал, что хотел. Теперь, вся суть, почему мне нравится Metal Gear Solid и почему это моя самая любимая игра в данной серии. Начнем с того, что тут нет лишних персонажей. Я очень часто сталкиваюсь в играх с тем, что мне скармливают истории персонажей, которые мне неинтересны вообще никак. Вот просто неинтересны, вот ничего с этим не поделаешь, ничего с этим сделать не могу. Они просто пху. Тут все персонажи, мало того, что они все нужны и они влияют на сюжет, они все раскрываются. Даже все персонажи из кодека, даже Насташа Романенко, даже Атакон, даже Кэмпбелл, даже Мэрил, даже Найоми, даже Мэйлинк, которая отвечает за то, чтобы у нас была сохранена игра. Все они раскрываются. Жаль, я не могу рассказать вам вообще обо всем, их историю, как они раскрываются, почему, что движет, допустим, Насташа Романенко и почему она помогает нам. А вот из-за ядерного вооружения. Она вот считает то, что ядерное вооружение это ужасно и каждая страна должна избавиться от ядерного вооружения. Это ужас, это кошмар, ее буквально коробят от всего этого. У каждого персонажа есть подобная история и постепенно все это скармливается нам через кодеки. Кодеки это очень важная составляющая игры, если вы вдруг еще не успели заметить. Вот, то же самое с боссами. Здесь нет лишних боссов. Все боссы очень хорошо встроены в сюжет. Убери босса из игры и сюжет будет поломан. Будут какие-то сюжетные дыры. А во многих играх так и происходит, что туда суют боссов, которые ни на что не влияют. Это ужасно. А тут боссы это полноценные персонажи. Взять того же револьвера Ацелота, который оказывается как-то не очень хорошо на все это влияет и как-то связан с президентом США. Что же он задумал? Это многоходовочка? Почему? Вот вы покажите мне какому-нибудь боссу в другой игре, который вот настолько пиздат, а? Или Психомантис, который тоже интересен и тоже влияет на сюжет. Или Снайпер Вульф, которая домогалась, да, Солида Снэйка и трогала его так рукой. Странно. Ах да, ну помимо сюжета, надо еще насчет геймплея сказать. Потому что не только сюжетом Metal Gear Solid годен. Он годен еще так же и геймплеем. Геймплеем, который пиздат. На данный момент, в данной конкретной игре это стелс. Стелс в самом чистом его виде. Солид Снэйк слаб. Открытых столкновений надо избегать, потому что он может опиздюлиться. Да, под конец игры он становится более-менее сильным, но там и противники неслабые попадаются. Но хотя даже под конец игры и противников-то немного попадается. Там уже идут битвы и окончание игры. Когда мы более-менее становимся сильным. Ух, с автоматом бегаем. Также стоит обязательно подметить и самого персонажа Солида Снэйка. Который, ну, очень приятен лично для меня. Я с детства обожал подобное кино. С таким главным героем. Но подобие, опять же, Крепкого Орешка, который такой... Я такой... Я всегда обожал подобных героев, которые являются героями. Но такие. Я не герой. Я не герой войны, нет. Я просто обычный солдат, который пытается справиться сам собой. Так вот, волосы. Взмахнет. Да, это клишировано. Я не спорю, честно. Солида Снэйк очень клишированный герой. Но это работает. Как говорил... Кто там, Спилберг говорил или кто? Не помню точно. Кто из режиссеров мейнстримных. Если это клише работает, то не стоит его убирать. Поставьте его, пусть оно работает дальше. То же самое и тут. И так, в принципе, совсем в данной игре. Тут нет ничего лишнего. Да, может показаться. А вот зачем мы делаем это? Допустим, зачем мы бегаем туда-сюда? Это мне не нравится очень сильно. Меня прям тошнит от беготни. Но в целом это работает. И это сделано в целом правильно. Потому что во время этой беготни мы открываем какие-то новые предметы. Какие-то новые фишки находим. Какие-то новые плюшки находим. Можно было, конечно, сделать это как-то иначе. Но тогда, скорее всего, пришлось делать какие-то новые локации. Что-то новое вставлять в игру. А по тем временам игра и так была на двух дисках для PlayStation 1. Если делать игру больше, это уже будет сверх нормы, знаете ли. Так что проще вставить одну и ту же локацию. И мы будем бегать туда-сюда по ней. Так будет намного легче. И можно игру в целом растянуть. И они так и сделали. Каджима и Фукушима именно так и поступили. И я не против. А на сегодня тогда я думаю и все, дорогие друзья. Я рассказал все, что хотел. Я хотел рассказать все, что думаем. Все, что знал. Игру я прошел уже несколько раз на данный момент. Мне пришлось геймплей перезаписывать. Потому что я записывал, блядь, это ебаное говно. Подождите. Эти ебаные футажи. На вот этот вот кусок говна. Авермедиа. Авермедиа портабл. Лайф геймер портабл. Наверное, сейчас будет реклама данной установки. Никогда не покупайте это говно. Лучше купите, я не знаю, встроенную, в какую-то встроенную, встроенную Авермедию. Не помню, как она там называется. Она, мне кажется, будет работать. Нам в Тайване еще сделано. Вот залупа бесполезная. В Тайване сделанная. Потому что это лагучая херня. В частности, когда ты записываешь с PlayStation 3. В частности, когда записываешь игры для PlayStation 1 с PlayStation 3. В какой-то момент Авермедиа просто перестает записывать. И вам приходится охуевать. А на сегодня все, дорогие друзья. Большое спасибо, что были со мной все это время. Наверное, этот ролик показался слишком затянутым. Я не знаю, возможно, я постараюсь что-то вырезать во время монтажа. Может быть, где-то у меня воды слишком много. Где-то я говорю одни и те же вещи. А это самое страшное для человека, который делает видеоролик. Говорить одни и те же вещи в течение видео. Потому что иногда ты этого не замечаешь. Ты, допустим, записываешь ролик уже час. И при этом три раза сказал одно и то же. Три раза. И этого не видишь. А вот зрители это видят. Они будут читать потом в комментариях. Тебе напишут. Бебей, а ты вот... А ты такое-то слово сказал три раза подряд. Ты хуесос. Я тебя в рот ебал. Майонезным водил тебя поляшком. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В целом, вообще, этот ролик должен был выйти в таком формате. Обязан. Потому что надо практиковать лайв-форматы. Надо практиковать подкастовые форматы. Потому что через них можно рассказать намного больше. И в совершенно ином виде. Мне кажется, этот ролик оказался более живым, чем предыдущие ролики. Хотя бы предыдущие ролики были забавнее, по моему мнению. Ладно. Посмотрим, как оно будет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok